23 гонщика вышли 23 февраля на старт первого этапа традиционного автокросса. В течение года спортсмены будут бороться за главный приз от генерального спонсора гонок компании «Форрес». Его обладателем станет гонщик, набравший наибольшее количество очков по итогам четырех этапов. Участие в первом февральском заезде помимо автолюбителей из Свердловской области приняли гости из Москвы, Тюмени и Перми. Представитель Пермского края Владимир Иванов сразу же заявил о своем намерении взять реванш за прошлогоднее серебро. Именно он, как и в прошлом году, стал победителем первого этапа. На вторую ступень пьедестала поднялся его земляк и замкнул тройку призоров участник из Камышлова. Второй этап автокросса по традиции пройдет в июне и будет приурочен ко Дню России. В третий раз автолюбители выйдут на старт в начале августа. День города. А завершатся соревнования в конце октября гонкой, посвященной Дню работника автомобильного транспорта. Напомним, что в прошлом году главный приз соревнований УАЗ «Хантер» от компании «Форрес» достался представителю сухого лога Виктору Тишлееву. На первых двух этапах лидером гонки становился тот же Владимир Иванов из команды «Пермские медведи». Однако на третьем и четвертом этапах сухоложский спортсмен в жесткой борьбе вырвал победу и по итогам автокросса опередил «Пермека» на 15 очков. Ключи от нового автомобиля Виктору Тишлееву вручил директор сухоложского подразделения «Форрес» Александр Константинов. Субтитры создавал DimaTorzok